Всем, всем, всем и каждому скажу, я, я, я секретов не держу, я, я, я ни шкафу, ни музею, храни секреты от других. Совместно с Порталом Столица мы продолжаем интерактивный проект по секрету всему свету с Илоной Калдре. В рамках проекта каждый месяц в своем видеосюжете я отвечаю на ваши вопросы. Свои вопросы вы можете писать в комментарии под видео, и такая возможность сохранится на протяжении всего месяца. Помимо этого, каждый месяц специально для Портала Столица, специально для вас я составляю прогноз с полезными рекомендациями на грядущий месяц. Пришло время ответить на те вопросы, которые вы оставили под видео, размещенного на портале в октябре месяце. Нужно сказать, что поступило 23 вопроса, и более 600 человек просмотрели наше видео. Хочу поблагодарить всех тех, кто прислал свои вопросы, и должна отметить, что некоторые вопросы я слышала впервые. Ну, например, Олег прислал мне такой вопрос. Илона, а что в вашей работе вам нравится меньше всего? В первую очередь, благодарю вас за вопрос. В нем я больше усматриваю не столько вашего интереса, а сколько заботы обо мне. Мне сложно ответить на этот вопрос, честно говоря, потому что тот, кто изначально не любит людей, не станет заниматься тем, чем занимаюсь я. Поэтому, когда ты идешь осознанно на помощь людям, не задумываешься о том, а нравится мне что-то или не нравится, ты просто идешь и делаешь то, что можешь делать, то, что от тебя просят. Есть вопросы, которые адресованы мне абсолютно ошибочно. Очень часто обращаются люди с проблемами, которые можно и даже нужно решать самостоятельно. Или какие-то психологические проблемы, и они не имеют никакого отношения к тому, чем занимаюсь я. Я повторяю, многие проблемы человек в состоянии решить сам. Но он почему-то решает для себя, что вот теперь я пойду к Илоне Калдре или к какому-то другому экстрасенсу, и вот пусть они и решают мою проблему. Подсознательно или осознанно очень часто люди перекладывают ответственность тех или иных судьбоносных решений на плечи другого человека. В принципе, почему я именно об этом сейчас говорю и в формате именно этого вопроса? Потому что я очень часто предупреждаю людей о том, что они обращаются не по адресу. В некоторых вопросах достаточно обратиться к близким или к своим друзьям, или к самому себе, наконец. Это вопросы не из области эзотерики, и нет необходимости выходить на тонкий план. Ну, а возвращаясь к вопросу Олега, мне меньше всего нравится, когда люди настаивают на помощи в то время, как они сами способны решить свои проблемы или свои ситуации. Еще один вопрос, который также поступил под видео на портале Столица. Написано, Илона, здравствуйте! Как притянуть или привлечь к себе здоровье и удачу? Есть ли какие-то ритуалы или обычаи, чтобы было все в жизни хорошо? И если не секрет, поделитесь ими, пожалуйста. С уважением написала Сармита из Латвии. Ну, конечно, есть и ритуалы, и обычаи, и для того, чтобы привлечь счастье, и притянуть к себе здоровье. Но они не являются панацеей на всю жизнь. Этим нужно заниматься. И если вы чувствуете, что вам что-то помогает, значит, этому нужно уделять внимание. Не бывает такого, чтобы сделать один какой-то ритуал, и всю жизнь ты будешь счастлив и здоров. Жизнь, она как вода. Ну, или как река, или как речка, в конце концов. Она течет, она меняется. Она может даже изменять свое направление течения. Поэтому, конечно, такие ритуалы есть. Их великое множество. И я об этом очень много уже говорила. И в дальнейшем мы будем продолжать об этом говорить. Но самое простое, что вы можете сделать, если вы верите, то можно сходить в храм, поставить свечи, попросить святых, попросить своего ангела-хранителя. Кстати, ваш ангел-хранитель услышит вас даже если вы просто от сердца и по-настоящему искренне к нему обратитесь. И это можно делать везде, в любое время. Есть масса вариантов оберегов, талисманов, та же красная нить на здоровье. Но здесь, конечно, есть свои тонкости, свои определенные нюансы. Ваши вопросы достаточно глобальны. Конечно же, есть, повторюсь я, и как это сделать? Это уже такие моменты, которые требуют специальных навыков, специальных знаний. Или обращения к специалисту в этой области с конкретной задачей и с конкретной целью. Что касается вопросов здоровья, то если вы можете заниматься профилактикой, то не забывайте о врачах. Кто самый первый человек, кто оказывает нам необходимую медицинскую помощь, в первую очередь при недомогании? Конечно, нужно идти к врачу. У каждого заболевания есть свои причины, но в первую очередь нужно устранить острое состояние. Поэтому я не из тех, кто уповает только на какие-то мистические ритуалы, обряды, воздействия. Я реальный человек и реально смотрю на жизнь. И я сама, между прочим, тоже хочу к врачам, когда возникает такая необходимость. Давайте рассмотрим еще один вопрос. Здравствуйте! Есть вопрос, который я задаю себе сама с самого детства. Будет ли Третья мировая война? Спрашивает у нас Елена. Написала она свое письмо 28 октября. Да, Елена, будет. И дай Бог, чтобы это произошло не в бытность нашей с вами жизни на земле. Имейте в виду, насколько этот момент отодвигается, зависит и от нас с вами в том числе. Все может случиться буквально в одну секунду. И давайте призовем к разуму тех людей от здравого смысла, которых зависит наше с вами будущее в том числе. Что нужно делать, если вдруг в подкладке своей куртки обнаружила три швейные иголки, а под корнем цветов, которые самолично сеяла и рыхлила, нашла куриное яйцо. Написала нам об этом Энн Лосева. Но здесь вряд ли можно справиться своими силами. И если вы не обладаете специальными знаниями, тем более. То, о чем вы пишете, очень похоже на реальный подклад с заговором, на что-то очень недоброе. И в первую очередь, если вы что-то подобное обнаружили, то ни в коем случае не трогать это голыми руками и отнести на перекресток дорог. К помощи куриных яиц прибегают, и когда наводят порчу, и когда эту порчу снимают. Возможно, кто-то снимал с себя негатив и приземлил, что называется, утилизировал ее вот таким вот странным образом и подложил вам это зло. Иголки обязательно нужно поместить в землю. Руками их трогать ни в коем случае нельзя. Люди, которые встречаются с подобными подкладами, должны носить обереги. Присмотритесь обязательно к своему окружению, к тем людям, которые приходят в ваш дом, и которые, возможно, оставляют вам эти подклады специально на то, чтобы у вас были какие-то неудачи в жизни. Есть еще одно письмо. Илона Калдре, большое спасибо. Смотрю с удовольствием и с интересом. Ждем продолжения. Спасибо вам за то, что смотрите. Спасибо за то, что пишете. Ваши отзывы мне тоже очень важны. Здравствуйте. Можно мне узнать свое будущее моей семьи? Написал Алексей. Конечно, можно, Алексей. Но такие прогнозы делаются при личном контакте, при личном общении. Я очень сомневаюсь, что вы найдете специалиста-медика, кто через интернет вырежет вам аппендицит. Для этого необходимо изучить вас, изучить вашу семью, раз уж вы о них тоже спрашиваете. Вы можете обратиться для этого к ясновидящим. Но помните, что просматривать варианты развития событий в вашем ближайшем будущем могут только настоящие специалисты и, естественно, только при личной встрече. Здравствуйте, пишет следующий наш гость. Керсти пишет. Мне сказали, что на мне проклятие. Чтобы его снять, необходимо много денег. Можно ли как-то мне помочь? Ну, Керсти, ваш вопрос лишен конкретики в первую очередь. Кто вам сказал? Соседка, случайная незнакомка, встречный-поперечный. Это действительно очень серьезный вопрос. И для того, чтобы узнать, есть на вас проклятие или нет на вас проклятие, нужно обратиться к ведающему человеку, к специалисту в этой области, к тому же экстрасенсу. И я настаиваю на том, чтобы специалист был грамотным. У каждого, конечно, свои расценки. И далеко не всегда это стоит много, как вы выразились, денег. Ну, а помочь в этой ситуации, конечно же, реально. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Еще один вопрос поступил нам на эстонском языке. Мой вопрос был о будущем, если мой брак выживет или все-таки мой брак распадется. И я тогда останусь одна, пишет нам Наталья Суганяева. Написала она свое письмо 29 октября. И она спрашивает, выживет ли ее брак и как его, видимо, спасти. Да, на ваш вопрос можно найти ответы, если вы обратитесь лично при очной встрече. Но если вы хотите сохранить свой брак, то вы должны быть готовы к тому, что вам нужно будет за свою семью бороться. И это труд. Для того, чтобы семья была счастлива, это каждодневный труд. Как правило, ясновидящие видят разворот событий. То есть, ну, такую основную камбу генеральную. Но от вас зависит, что вы будете делать и что вы будете предпринимать. И на ваш вопрос может ответить любой реальный экстрасенс, если он настоящий. Но еще раз напоминаю, вы должны сами иметь при этом активную позицию. От вас тоже очень многое зависит. Не думайте, что вы придете, переложите это на плечи экстрасенса, и он за вас устроит вам счастливую жизнь. Так не случится. Еще один вопрос. Маргарита. Маргарита меня спрашивает, когда вы все успеваете? Иногда не успеваю. Но у каждого своя жизнь, свой темп, свой ритм жизни. Да, действительно, спасибо за вашу заботу. У меня очень высокая скорость жизни, и многое я на самом деле не успеваю. Мне не хватает 24 часа в сутки. Добрый день. Для начала я сочувствую вашему горю по поводу потери ваших детей. Я желаю вам искренне, чтобы у вас все наладилось, и из вашего письма следует, что вы достаточно оптимистично настроены. А потому идите смело вперед. Но то, как вы формулируете ваш вопрос, позволяет мне рекомендовать вам окружить себя теми людьми, кто поможет вам найти опору в вашей жизни. Еще один вопрос. Повысят ли мне зарплату, спрашивает Татьяна. Но самый главный ясновидящий в этом вопросе ваш босс. Поэтому этот вопрос адресуйте своему работодателю. Илона, здравствуйте. Хотела бы узнать у вас в свете нынешних событий в моей личной жизни обстоятельствах. Очень хочу изменить что-то в своей жизни, в частности, работу. Как вы думаете, пришло ли время что-то менять или все-таки нужно еще подождать? Спрашивает Лариса. Но ни о каких трагических событиях вы, Лариса, мне не пишете, а все остальное вы в состоянии решить самостоятельно. При помощи совершенно гражданского обычного человека, который в разговоре с вами вам же поможет отыскать вот этот центр тяжести, оперевшись на который вы пойдете своим счастливым путем жизни. Я рекомендую вам конкретно обратитесь к своей интуиции. Ваши собственные знания и ваш имеющийся жизненный опыт непременно помогут вам найти правильное решение. Еще один вопрос. Такие вопросы поступают абсолютно жизненные и доставляет какое-то удовольствие на них отвечать. Очень хочется бесконечно рассказывать вам о том, в чем я немножко все-таки понимаю. Поэтому еще один вопрос. Мой муж уехал на работу, пишет Татьяна. У него все получится? Хватит ли у него терпения и сил, работая в чужой стране, и как у него там сложится? Из вашего письма, Татьяна, из вашей формулировки, я не вижу, что вы хотите узнать какую-то конкретную ситуацию, связанную с вашим мужем. Вы представляете какие-то очень общие положения дел. Ну, уехал муж на работу. Ну, помогайте ему, чтобы он работал в этой чужой стране, чтобы у него там все складывалось. Будьте ему надежным тылом. Если вы хотите знать подробности, то опять же конкретные вопросы при личном общении. Но однозначно, когда дома ждут, когда дома рассчитывают, когда поддерживают, все всегда вкладывается хорошо. Давайте посмотрим еще вопросы. Хотела бы задать вам такой вопрос. Есть ли на мне порча? Спрашивает Наталья. Так как в свои 25 лет я плохо себя чувствую, и все как-то не складывается в моей жизни. Заранее спасибо и всего вам наилучшего. Ну, и вам всего наилучшего, Наталья. Первонаперво, из формулировки вашего вопроса, я увидела, что вы себя плохо чувствуете и нуждаетесь в профилактическом осмотре. Вовсе не обязательно связывать между собой плохое самочувствие в ваши-то 25 лет и наличие порчи. Начните с того, что вы можете сделать самолично. Ну, а потом уже, если вдруг там действительно обнаружится, что есть необъяснимые какие-то серьезные неполадки, и события в вашей жизни развиваются таким образом, что это невозможно контролировать и менять самостоятельно, то тогда можно в этом крайнем случае обращаться к ясновидящим. А пока, поскольку вы жалуетесь на плохое самочувствие, вам прямая дорога к врачу. Илона, здравствуйте. У меня плохо со здоровьем. Есть ли на мне порча с глаз? Будет ли у меня улучшение здоровья? Пишет Сию. Ну, это, собственно, я только что ответила, и давайте объединим эти два ответа. Тере, у меня вопрос насчет домового. Знаю, что он у нас есть. Кот тоже есть, и кот каким-то странным образом себя ведет. Что делать, как помочь и так далее. То есть вопрос о домовом. Пишет Мерли Халунен. И я считаю, Мерли, что вам очень повезло, если у вас действительно дома живет домовой. И, кстати, тот, кто может нервничать, ваш кот может нервничать совсем по другим причинам. Найдите укромное место, где вашему домовому будет комфортно обитать. И где вы будете задабривать его всякими сладостями. Хучик, куда ты побежал? Давай ответим еще на вопросы. Посидишь со мной? Нет? Хочешь идти? Ну, решай сам. Вопрос состоит в том, что... Пытаюсь перевести с эстонского на русский язык. Регина хочет продать недвижимость. Делает это в течение длительного времени. И спрашивает, какие препятствия в продаже недвижимости существуют. И что может сделать Регина для того, чтобы найти побыстрее покупателя. Письмо поступило... Вопрос поступил на эстонском языке. И Регина пишет, что на русском языке я тоже могу на него ответить. Но в первую очередь хочу сказать, что ответ на этот вопрос может дать толковый маклер. Я в этом абсолютно уверена. И своего маклера нужно искать так же, как вы ищете своего собственного парикмахера или своего гинеколога, или своего дантиста. Это такой вопрос. Здесь совсем ни к чему привлекать какие-то высшие силы. Это очень земное дело, которое может быть разрешено людьми конкретными, реальными людьми, такими, как вы и как ваш специалист по продаже недвижимости, которому вы будете доверять и который хорошо и грамотно знает свое дело. Необходимо также учитывать реальную картину на рынке продаж, реальные цены при этом, реальное желание заниматься этим вопросом. Можно также прибегнуть и к загадыванию желания на исполнение, на успех или на какое-то счастливое продление этого желания. Да, и при этом нужно отправить свой посыл в космос при помощи определенного ритуала. Ну и, как правило, искренние желания и активная позиция всегда приводят к желаемому положительному результату. Еще один вопрос. Поступил тоже на эстонском языке. Ульяна спрашивает, как мне жить. И описывает, что она видит... Я вижу, что не видят другие люди, пишет Ульяна. И я действительно хотела бы знать, как с этим жить. И, видимо, речь идет о способностях. И, во-первых, ни в коем случае нельзя пугаться того, что вы видите больше, чем другие люди. Во-вторых, нужно постараться понять, для чего вам это дано. Конечно, ответить в рамках нашей сегодняшней встречи в двух предложениях на этот вопрос очень сложно. Я желаю вам найти своего специалиста, которому вы доверяете и с которым вы можете об этом поговорить. Понятно, если действительно вы что-то видите, то вы должны понимать, для чего этот дар вам открыт. Попробуйте найти того, кто ответит на вопрос, для чего вам этот дар дан. Или ищите ответ на этот вопрос в себе самой. Если попробовать коротко ответить, коротко и самое основное, то первое, не пугайтесь, и второе, найдите проводника. Подскажите, пожалуйста, месяца четыре назад я потеряла кофту, в карманах которой было полно всякой мелочи. Правду говорит. Копеек. С тех пор деньги у меня не задерживаются, преследуют финансовые неудачи, и можно ли как-то избавиться от этого негатива? Пишет Ирина. Во-первых, не стоит так сразу связывать эти две позиции, что вы потеряли кофту, и теперь из-за этого якобы у вас не задерживаются деньги. Сейчас очень многим людям живется нелегко, и вы это знаете так же, как и я. И не факт, что это негатив. Быть может, это реальные жизненные неудачи на реальном жизненном вашем пути. То есть сейчас я этой связи для себя не уловила. В таких вот моментах жизненных человеку свойственно притягивать ситуацию за уши, для того, чтобы объяснить какие-то свои неудачи. вот потеря кофты, и все, и все стало сразу плохо. А ты делай что-то, чтобы ситуацию улучшить. Ну, например, купи себе другую кофту, и положи в карман мелочи, и скажи себе, что вот с этого момента это будет тебе помогать в жизни, и все у тебя будет хорошо. Вот и все. Поверь, что именно это изменит твою жизнь. Верь в это искренне. Здравствуйте, Илона. Долгое время не могу найти работу. Никуда не берут. Может, подскажете, что мне делать? Ну, известное изречение «Под лежачий камень вода не течет». И в вашем вопросе я не вижу конкретно для себя какого-то вот конкретного вопроса. Вы говорите, что не можете найти работу. Ну, а я, в свою очередь, могу вам сказать, что для того, чтобы ее найти, нужно предпринимать конкретные действия. Понятно, что вы знаете, это не хуже меня. Быть может, следует в какой-то момент просто сменить профессию или обратиться к своим друзьям или знакомым, поднять какие-то свои связи. Есть масса вариантов. Но просто задумайтесь о том, что, может быть, вы ищете работу немножко не в той области, в которой вам сейчас открывается именно этот путь. Подумайте еще о тех вариантах, чтобы вы могли еще предпринимать свои жизни, кроме того, что вы делали до. Еще одно письмо Наталья Бондюченко спрашивает. Добрый вечер. Илона, если можно, помогите, пожалуйста. Я болею уже 4 года. Я не могу ходить. И причины врачи толком не могут определить. Лечение не помогает. Постоянно на обезболивающих. Можно узнать причину моей болезни? Что мне нужно сделать, чтобы встать на ноги? Помогите, пожалуйста. Причины, Наталья, могут быть абсолютно различные. Первая причина – это реальные болезни ног. И это абсолютно медицинский диагноз. Второе. Эзотерики говорят, что если бьет по ногам, то вы идете неверно выбранной дорогой по жизни. То есть или вы кого-то обижаете, или кто-то на вас остается злой. Один из вариантов, когда проблемные отношения со старшими членами семьи, со своим, получается, старшим поколением, и следует наладить, конечно, отношения с родственниками. Это может быть одна из таких очень весомых причин, что реально бьет в ноги. Все начинается, конечно же, с головы, с осознания своей проблемы, видение своего дальнейшего пути, и как именно вы будете его налаживать. И если ситуация критическая, и вы лишены возможности нормально двигаться, то опять вы даете в своем письме слишком мало информации для того, чтобы как-то перфектно ответить на ваш вопрос. Из-за вашего письма я не вижу той самой причины ни развития событий. Наверное, я вам все-таки должна объяснить. Я сейчас сижу, читаю ваше письмо. При этом я не вхожу в какой-то астрал, или там еще куда-то. Я вижу только строчки, вижу написанное, и отвечаю на вопросы, исходя из той информации, которая находится передо мной. Очень часто люди задают личные вопросы, а именно ваш вопрос относится к разряду личных или очень личных, и конкретный ответ может быть только при контакте ясновидящего и того человека, который его задает. То есть, чтобы дать качественный ответ, нужен личный контакт и информация, которую необходимо собирать. Именно поэтому труд экстрасенса такой кропотливый и очень долгий. И еще одно. Какое именно вы примете решение, какой выберете путь для своих дальнейших каких-то действий из всех предложенных, это тоже ваша ответственность. Я, конечно же, чувствую вашу боль, и я очень хочу вам помочь. Но сейчас я могу только рекомендовать, либо обратите внимание на отношения с вашими кровными взрослыми родственниками, либо обратитесь к специалисту-эзотерику и конкретно рассмотрите пути разрешения этой ситуации. Еще один вопрос. Я часто вижу у известных людей красную нить на руке. Что это означает? Кто может ее носить? Также хотелось бы узнать о всевозможных приметах. Написала вопрос любого. А знаете, на этот вопрос в последнее время мне приходится отвечать очень часто. Его очень часто задают и просят подробно рассказать, что это за красная нить, как она работает, как ее правильно привязать, как ее утилизировать после использования. Давайте на этот вопрос я отвечу в следующий раз, в рамках следующей нашей встречи. Очень рассчитываю на то, чтобы вам со мной было интересно. Присылайте свои вопросы. Я постараюсь никого не оставить без внимания. Редактор субтитров А.Семкин